Паулина Дмитренко По легенде одной старой Люди стали хвалиться, что равны богам Но постигла людей кара Поделили их плоти пополам И с тех пор по земле брудят Половинки, мечтая, встретиться опять Но, как видно, судьба против Половинку свою не так легко отпускать Пополам небеса, пополам земля Пополам я сама не случайно Половинка моя, половинка моя Как я по тебе скучаю Пополам небеса, пополам земля Пополам небеса, пополам небеса Половинка моя, половинка моя Как я по тебе скучаю Скучаю, скучаю, скучаю Паулина Дмитренко Пополам небеса Без своей половинки Паулина, если бы вы сейчас сняли туфли Получилась бы чистая Шакира Валерий Яковлевич, вы прям танцевали даже в этом кресле Получилась бы Шакира, Лариса Долина и Марайя Керри В одном Паулинином лице Я как-то оживился даже, да Но это все было здорово, вот этот напор там А вот Проникновенно что-то такое Да, да Хорошо, ну есть такая вещь, да Вы не хотите послушать проникновенное что-нибудь, нет? Надо? Конечно, конечно В книжке телефонной старой-старой Те воспоминания живут Стертые странички я листаю Все, кто мне был дорог тут, как тут Старый друг, проходи Садись вот здесь поближе Расскажи, как дела Ага Извиняюсь, но слова я другие Ладно, ладно Ну ничего, бывает Все, кто мне был Все простить и спасти Былую нашу дружбу Можно только сквозь Кость долгие годы Взглянув на себя О-о-о-о! Погоди О, хотеть Поговорить Нам нужно Знаешь, все эти годы мне так не хватало тебя В крышке телефона старой-старой Где воспоминания живут Стертые странички я листаю Все, кто мне был дорог тут как тут Все слова сочинено Диана, вы улыбались во время этого исполнения. Это была такая улыбка Джоконды. Что она означала? У меня улыбка Джоконды? Вот сейчас была только что... День прожит не зря, ребята. Знаете, что я хочу вам сказать? Я улыбалась почему? Я наблюдала, как вы мужественно сражаетесь с фонограммой, я имею ввиду вот с тем, что не получилось вспомнить текст, и вы не растерялись, это было классно. И несмотря на то, что мне, конечно же, не хватило самобытности, вы клево владеете голосом. Я не могу вам сказать нет, потому что вы им владеете, понимаете, поэтому говорю да. Валерий Аковлевич, вы настояли на исполнении второй песни. Убедила ли она вас? Ну, на самом деле, она убедила меня еще первой песней. Потому что... Знаете, я люблю такой вокал, я поклонник именно такого пения, там со второй не заладилось. Но все равно же понятно, что человек умеет петь тихо и вот с тем классным субтоном, с той сипацой, песочком, который нас всех подкупает, сидящих вот здесь вот. Да, да, да. Два да. Что скажет Валерий Сюткин? Мне было много такого гипертрофированного, чувствованного субтона, а вот вашего несущего голоса было мало. Наверху превращался в такой чуть раздражающий меня виск. Это меня отвлекало от наслаждения, потому что вы все владеете. Ноты прекрасные, импровизация, но сам тембр мне показался каким-то вот зажатым. Поэтому я скажу нет, чтобы вы обратили на это внимание. Ну вот еще одна улыбка Джоконда во время исполнения песни блуждала по лицу Владимира Преснякова. Не, наверное, Мартовского кота. Прислушайтесь, пожалуйста, к моему совету. Вот, вы знаете, излишнее владение мелизмами иногда переходит вот эту грань. Вот ее надо настолько вкусно соблюдать, чтобы действительно она не тушила все, что вы хотите донести. То есть, вот достаточно секунды, чтобы понять, что вы гениально владеете голосом, но дальше не продолжать. Но так как вы великолепны, и у вас есть такой огонек, и колоссальный голос, и что вы так спокойно отнеслись к тому, что забыли слова и все такое. Конечно, я говорю да.